еврозона по поводу оружия разрешения пользоваться западным оружием конечно мы об этом поговорим тема интересует я думаю всех это не просто какая-то там теория философия спорт социализма капитализма это непосредственно есть такое слово она совсем не политологическая но тем не менее думаю и меня простят и все поймут западал на отмашку отмашку и когда говорят применение оружия уничтожение на территории россии в том числе я думаю скрывать никто не будет и открытым текстом говорит западал отмашку на то чтобы западным оружием бомбили россию обстреливали россию а как вы считаете владимир если можно если позволить сразу вопрос задам это киев будет будет этим заниматься или сам запад будет заниматься под прикрытием киева потому что ведь это вооружение которое требует достаточно профессионального подхода и с технической точки зрения с точки зрения наведения юрий смотрите как мы сделаем я сейчас пойду по своим закладкам а потом вернусь потому что тема по поводу оружия и по поводу разрешения она имеет определенную специфику например американцы дали ограниченное ну а в рамках еврозоны очень подробно надо поговорить и о том какое оружие будет поставлять какие ограничения чем с вызвана министр обороны германии приехал в молдавию рассказал все что думает о молдавии привез с собой броневики и конечно же прыгнул очень быстро в одессу и из одессы подробно объяснил как и где будет и почему разрешили дали разрешение и о чем вообще разговор но вначале у меня была просто обещалка я в телеграм-канале дал анонс по поводу события тоже имеющего абсолютно отношение к тому что вы спрашиваете юрий это заявление орбана и по поводу того что венгерскую разведку исключили из обмена развед данными в бернском клубе и это непосредственно имеет отношение к тем вопросам которые вы задаете как там с персоналом будет и прочие вещи конечно как вам комфортно и тогда давайте с этого начнем коллеги много об этом говорили но давайте почему мне так важно вот эту тему затронуть насчет развед сообщества и почему венгрию исключили это очень важный момент я думаю ну как мне на днях сказали коллеги не надо нагонять панику и страх панику страх никто не нагоняет просто у нас есть абсолютная фактура у нас есть вещдуки с которыми надо проработать и их нужно проанализировать вот так есть информация с которой нужно поработать значит вначале это было как слив потом это уже был совсем не слив это уже было официально и стало известно вначале эти от слив произошел из бельгийских спецслужб я могу сказать что вот эти страны бенелюкс бельгия нидерланды люксембург это же маленькие страны если кто-то думает что в люксембурге нету спецслужб они там не заниматься разведкой есть но они такие специфические клерки такой офисный планктон они занимаются тем что не очень хорошо мониторит кто заходит в люксембург для открытия счетов откуда идут потоки люксембург давно отказался от практики которую долго практиковали там швейцария и кипр люксембург открыл все банковские данные но разведка у них осталось это вот тем кто думает что люксембург там без спецслужб со спецслужбами они специалисты именно вот бухгалтера специалисты по счетам и дальше разговор вот этих вот нидерланды бельгия почему я уделяю внимание например в нидерландах договорились коалиционные союзники все думали что как-то там правая партия применит особый какой-то режим и сейчас вот будет я думаю сильное откровение для многих для тех кто думал что правые партии там они прорусские нет они каждая правая партия она там бельгийская будет про бельгийская нидерландская про нидерландские вот в голландии премьер-министром все согласились что должен быть разведчик сейчас там премьер-министр разведчик вот он только вступил там долго торговались наконец-то выторговались и я думаю что как раз правые популисты которые выбрали выиграли выборы могли бы назначить но по логике вещей своего премьер-министра почему они этого не сделали там нет никаких политических мотивов то есть точки зрения политики давайте так вы боролись за то чтобы стать первыми вы стали первые приходите на пьедестал вам дают медали а вот кинение не 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 я вот на третье место пойду дайте мне бронзу а первую дать кому-то что забрит зачем же вы тогда боролись тогда может не стоит вообще участвовать в играх но но я думаю все намного прагматичней это покорность передать правление разведчику который ну вообще в гонке предвыборной нидерландах ничего не имел то разведчик звучит красиво это спецслужбы спецслужбы которые объясняют как должен сегодня функционировать журналист как должен сегодня функционировать политик и как должен воспринимать все это народ то есть силы спецслужб недооценивать нельзя они сильно взяли под контроль определенные процессы происходит координация этих процессов то есть когда говорят об объединенном штабе оборон чтобы слились вместе в едином порыве от лиссабона до варшавы оборонительные ведомства рассуждают о том что нужно иметь там бригаду быстрого реагирования с молниеносным развертыванием не три тысячи не пять целых там двенадцать а может лучше 50 должно быть централизировано пво пограничные войска должны не больше не подчиняться мвд должны подчиняться армии это тоже такой знак знаете специфический когда по пограничники должны подчиняться министерство обороны и разговоры о том что единый штаб вот вам деньги единый штаб европейских вооруженных сил все все эти разговоры идут но мало кто говорит о том что спецслужбы практически уже свершили слияние у них нету единого центра но зато очень ускоренный обмен различными данными и в контексте я сейчас приду к орбану я сейчас приду к орбану в контексте того какие карты нам открывает орбан но есть о чем задуматься и я считаю что ситуация сейчас очень серьезная вот сейчас идет вот прям сейчас идет переломный момент не надо фиксироваться там на июньский саммит на то не надо там на встречу по поводу высадки десанта в нормандии франции акцентироваться надо прогнозировать то что будет через полгода через год это уже все проработано и то что объявляет вслух как правило уже опаздывает и здесь тогда вот поговорим ибо оружие которое украине разрешили пользоваться и о других вещах так вот сотрудники бельгийских служб спецслужб решили знаете что что можно пообщаться с журналистами это уже смешно но это уже смешно там вон что лишнего махнул там сигар покурил кстати кстати на одну секунду я хочу поставить точку по нидерландам то что там спецслужбы возглавили правительство я считаю что как раз популистская партия просто испугалась ну нашли шурупчик который прикрутили это раз-два с той атмосферой когда премьер-министров их же охрана как-то так странно защищает и разговор об этом тоже идет и когда еврокомиссар звонит премьер-министру независимой страны и говорят ну ты посмотри твое поведение не забывай что произошло с фицца это угрозы поэтому я думаю некоторые политики это будет сейчас касаться всех в европе они будут извините опять же за мувитон в политологии они будут нажимать на тормоз потом будут включать нейтралку а потом давать заднюю это то что произошло в нидерландах уж лучше вот 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 живым и где-то там легонечко вести оппозиционную деятельность ну зарплата политика зачем лезть на рожон то есть но давайте их поймем но не простим скажем так и вот заявление о том что бернский клуб это спичи фицерский клуб значит он был создан именно для того чтобы обмениваться разведанными внутри 28 29 государств скажем так европейского союза ну норвегия швейцария швейцарию присоединили к этому договору тогда в норвегии значит и очень интересно все это было и смысл очень простой клуб работает давно он ровесник мне 71 года и когда закрывались пару раз кстати сливали когда собирался пердный клуб бернский клуб я помню поляки сливали пару раз информацию ну то есть это не тусовка ни разу это главы спецслужб собираются о том о чем они говорят никто никогда не знает можем только догадываться повестка в принципе она сама напрашивается и я помню как из польши раз там слили по поводу северных потоков что-то что там в будущем что-то будет то есть они намекали тогда значит они об этом говорили настолько все засекречено что никто ничего не знает и клуб не имеет секретариата клуб не вообще не принимать никаких решений которые там должны воплощаться как в жизнь они не могут принять резолюцию о том что давайте там запустим единую компьютерную систему вот они собираются и о чем-то говорят главы спецслужб при том я считаю что этот закрытие бернский клуб имеет влияние намного больше ну чем скажем любой министр иностранных дел европа союза любой больше чем баррель в любом случае могут ли они например потягаться с урсулой фонделяй не уверен здесь я потому что урсула фонделяй имеет очень специфическую позицию это действительно главная комиссарша которая выстроила очень сильную вертикаль но именно договоренности о том чтобы например чешские спецслужбы переняли контроль или следили за теми кто имеет дипломатический или например депутатский иммунитет на своей территории немцы конечно же не дали прямого указания это глупо будет но немцы связаны по рукам на территории германии против человека который имеет иммунитет они могут только газеты читать что зачастую делают спецслужбы и из газет из интернета все это накапливать при том не афишировать что они накапливают идёт какие-то свои выводы кто что сказал кто где выступал кто где с кем сфотографировался это работает то есть там когда говорят что помойка шпигель провела какое-то журналистское расследование говорю открытым текстом это не помойка шпигель помойка шпигель опубликовала это провели расследование нормально те кто должны этим заниматься то есть федеральная служба защиты конституции а потом шпигель усказали опубликовать и тем самым происходит там Политический мониторинг, общественный мониторинг И мы видели, с кем ты выступаешь Мы видели, например, появилось слово Очень интересное Контакт Шульдих, перевожу с немецкого Виновен в контакте Ну то есть ты был на каком-то форуме Тебе кто-то подошел, с тобой фотографировался Он же у себя выложил где-то там в социальной сети Ты читаешь, что ты уже попал в мониторинг И о тебе накоплена информация Что ты фотографировался вместе Например, с лидером правых националистов Польши Или же с одним из активистов Эко-активистов, это тоже относится Или, например, к тому, кого подозревают Это уже левая сторона жизни В возрождении интернационала Я имею ввиду левая сторона жизни В политическом, конечно, контексте И ты виновен в этом контакте То есть политическую паранджу носить надо Ни с кем не здороваешься, ни с кем не общаешься В землю смотришь, пришел, выступил на трибуне Разрешение, если не получил Ничего от этого не произойдет И вот этот клуб Бернский, он на самом деле очень опасный Он опасный, я помню Вот за все годы, которые были Там пять-шесть сливов произошло Там интересные вещи То есть, когда говорят о борьбе с терроризмом То ты понимаешь, насколько они разрознены Привожу пример Значит, итальянские спецслужбы Предупреждают немецкие спецслужбы К вам едет террорист Значит, молодой парень сидел в итальянской тюрьме В тюрьме он стал очень усиленно вдруг присоединяться к тем, кто сидел уже за подготовку определенных преступлений Экстремисты, террористы исламского толкования, которые в тюрьмах чувствуют себя прекрасно Они там собираются, у них там прям закрытые клубы тоже И он отсидел свой срок И итальянская полиция говорит Он в тюрьме прям анонсировал, что он едет где-то в Европу И по нашим данным едет в Германию Свершать какое-то преступление Ну, два плюс два Едет совершать преступление Мы за ним следили Но на этом итальянская спецслужба заканчивает свою деятельность Как она передала эту информацию? Вот Бернский клуб, он для этого и нужен Приезжает этот молодой парень в Германию За ним устраивают слежку А потом бах и снимают Снимают, притом он посещает места концентрации вот этих террористов Которые, ну, мы сейчас говорим об исламском терроризме Которые на учете Ферфасунгшутс, то есть службы защиты Конституции находятся И эти точки известны Этот человек известен, снимает полностью наблюдение Через три дня происходит жутчайшая трагедия Погибает огромное количество людей Это по поводу взаимодействия То есть, когда идет терроризм Официально, вроде бы как Бернский клуб не входит в борьбу с терроризмом Неофициально, я считаю, что, конечно же, они входят Это объединение было после 11 сентября 2001 года Помните теракт США И в этом отношении Бернский клуб себя переформатировал Они стали политическими То есть терроризм терроризмом В это все можно в официальной Но давайте не о терроризме, давайте о чем-то другом И вот в этом о чем-то другом Значит, по ротации председательственные должны были взять Венгра И мы подходим уже вот к истории с Орбаном Когда немецкая контрразведка говорит, что она не может на своей территории в наглую что-то делать Ну, например, взломать там телефон Поставить наружку даже за депутатом То как только это депутат в другой стране Там местная спецслужба может это делать Где происходит координация? Координация происходит в Бернском клубе Притом это координация Там есть такие крикуны Вот все, что вы знаете о крикунах Которые давайте оружие на Украину поставим Точно так же те же крикуны Там самая большая, там гениальная разведка Там эстонская, например, или литовская Они настаивают на введении определенного мониторинга И передачи эстафеты Вплоть до того, чтобы отдельные кадры могли на другой территории В другой стране продолжать свою деятельность Ну, то есть, если у них есть там, конечно, какое-то подозрение Разницы нет Ты евродепутат, например Ты просто депутат национального уровня Все, вот у нас есть цели И мы должны не спрашивать разрешения И вот здесь очень важно Бельгия, Брюссель, прокуратура Брюсселя Она иногда инициирует определенные дела Которые не связаны с Бельгией как таковой Это именно Брюссель Это именно Европарламент Это именно Еврокомиссары И это в их ведомстве находится Поэтому очень важно, что именно из бельгийских спецслужб Произошел этот слив И среди... Тоже есть такая вещь Эта цитата вот очень сильно прошлась Я ее сейчас даю полностью Среди сотрудников спецслужб низшего ранга царит разочарование Так как западные союзники больше не делятся с нами информацией, как раньше Это сотрудники низшего ранга Но есть и выражения по поводу Точно так же слили сейчас с журналистом Фразу, что чем выше ранг у сотрудника спецслужбы Тем меньше он интересуется тем, что с ним не делится информация И такой уже ответ есть И вот по ротации Венгрия должна была взять председательство в Бернском клубе В Венгрия Я думаю, смотрите Если даже Шарль Мишель вернулся на свой пост Председатель Евросовета Только чтобы Венгрия не получила председательство Вы можете представить в Бернском клубе Вот этот вот заговор людей Которые почувствовали сейчас в себе силу Что они могут контролировать политиков Этот заговор Глав спецслужб Ну, заговором ей еще рано называть Скажем так Но это далеко не тусовка Это далеко не очень такой простой вариант Я бы сказал, это еще не совет безопасности Евросоюза Но он к этому приближается При том, что, конечно, в руках этих людей информации огромное количество В том числе и на тех, кто На своих коллег На своих премьер-министров И озабоченность, которую у всех вызывает председательство в Венгрии Я имею в виду у всех вот этих вот людей Которые уже практически Ну, контролируют частично СМИ Контролируют частично через СМИ Не только власть Контролируют частично власть Контролируют частично оппозицию И у них нервяк такой настоящий Орбан сейчас придет в председательство И как начнет повестку Во-первых, сорвет с нас вот это вот демократическое Мы же тут все честно и порядочно И к кодексу соответствуем Нет, нет, нет Сорвет второе Скажет, что Где-нибудь там журналистам что-нибудь расскажет А это будет вообще катастрофа Потому что глава спецслужбы Он подчиняется, как правило, главе государства И нужно сделать все, что угодно Только чтобы не в Венгрии Председательство сейчас в Бернском клубе Я думаю, аргументацией для этого явилось Именно высказание Орбана Что существует три стадии В подготовке к войне Это обсуждение, непосредственно сама подготовка И дальше он произнес фразу Уничтожение Именно уничтожение Что по отношению к России Первая стадия обсуждения полностью закончена Вторая стадия подготовка Она уже полностью на маршрутной карте выделена И переходит между второй и третьей Находится сейчас Евросоюз Извините Но это практически слив Что Евросоюз хочет объявить войну России Через какое-то время Я понимаю, почему разведсообщество То есть логика работает Почему разведсообщество завизжало Я когда начал все это читать Знаете, пазл складывается достаточно Ну, логичный Но для меня он смешной Сейчас я объясню, в чем смех Значит, смех номер один Неназванные источники с Бельгии Объяснил, почему Бельгия здесь важна Сообщает, что место в Венгрии Председательство в Бернском клубе Займет Дания И вот здесь мне становится смешно Датские спецслужбы Значит, обмен разведданными Доступ облегченный к общей базе данных То, чего никак не могут добиться Спецслужбы Ну, например, простой пример Если говорить о терроризме Там содействие, понятно Должно быть молниеносно Либо в меру тупости и ограниченности Либо в меру нежелания Ну, как-то у них происходят сбои Пример я привел Что касается не терроризма, мониторинга Политических деятелей Оценка Психологический портрет Вы знаете, это все на грани Но неприятно, например, парламентарию знать Что все, что он говорит публично Складывается в службе В контрразведке И потом какой-то аналитик Должен делать вывод из этих вещей Но складирование происходит как Так, вот смотрите Шпигель опубликовал Шпигель опубликовал Почему? Шпигель опубликовал данные Что при пересчении таможни То есть в аэропорту Когда я вышел После рейса Стамбул-Берлин Что у меня с собой Наличный день У них было 9 тысяч евро Мои коллеги моментально написали запросы В таможню В Бэйков Ну это как следственный комитет В Бундескриминал Амт В общем Дайте, пожалуйста, нам контакты Данные Сколько там Сергенко вез с собой денег И пришел всем официальный ответ Эту информацию передавать нельзя Она является конфиденциальной Никто об этом говорить не будет Мало того Я тоже написал запрос И в связи с тем Что не было никаких актов Я же не нарушаю закон Если у меня определенная сумма И Я не нарушаю нормативов Поэтому мне даже и справку не дали Что вот ты пересекал границу У тебя ответ Потом Шпигель пишет 9 тысяч у него было А потом дальше Они развивают тему И говорят Он финансирует политиков Ну он это я Ваш покорный слуга Вопрос Во-первых Откуда вы знаете это И я очень рад Что у меня была возможность В Вене Есть такой формат В БСЕ Где некоммерческие организации Имеют право выступать Я этот вопрос поднял Что в принципе пресса Становится удлиненной рукой Спецслужб И понятное дело Шпигель мог это получить Только из одного источника Ну если таможене Другим журналистам Не дает информации Мало того Не было никакого протокола О том сколько у меня денег То есть мне бумагу Никакую не давали Значит непосредственно За этим стоит тот Кто координирует Эти действия Соответственно Из этого я делаю вывод И я с большим удовольствием В Вене Рассказал это На ОБСЕ Что Они может и были Когда-то журналистами Но теперь Ярко выражено Это помойка Которая сливает Что-то из спецслужб Дальше Ты читаешь Например Ограничения Внутриведомственную справку Опять по тебе И написано Репортаж Шпигеля Такого-то Такого-то Подозревается В том Что Покупает политиков Да у меня чек есть Куда эти деньги потратил И я не должен оправдываться Между прочим Я до сегодняшнего дня Не сказал Там они постоянно Раз в месяц пишут Мне Я уже не реагирую На этих Журналюк Псевдо И В этом контексте Вы понимаете Когда формируется Общественное мнение Вот такими сливами Тоже Становится все ясно И почему я говорю Тонкий лед Ну потому что Вот как В Нидерландах Пришел Глава спецслужбы Пришел к власти Он стал новым премьером Дикс Хофф И В этом отношении Хочет он Или не хочет Он находится В коалиционных Соглашениях С теми Против кого Он вчера еще следил За кем он вчера Наблюдал И Поменяться Политический портрет Любой страны Может достаточно близко Быстро Это не только связано С какими-то Буквально реальными Такими Ну Выборными Процессами Это может быть Отказ Это может быть Уголовное преследование Отказ от власти Все что угодно Может произойти И вот интерес Почему Мне смешно Что Дания Перенимает место Венгрии Это компромисс И Дания Перенимает председатель Объясняю Очень просто Помните историю Когда стало известно Содержание Мобильного телефона Канцлера Германии На тот момент Это была Фрау Меркель И вот Канцлер Германии Ангела Первая Жутко возмущалась Я представляю Вот все эти же Заголовки Если бы Например Это русский Или Китай сделали И тут повозмущались Потом бах И гробовая тишина Вот для меня Доказательство того Что СМИ Контролируются На Западе Это вот Именно когда Тишина происходит Когда перестают Рассуждать вслух Что произошло И дальше Вот эта вот Классическая фраза Европейских политиков Мы эту страницу Перевернули Возвращаться к ней Больше нечего Вот я тоже Переворачиваю Эту страницу Но только в другую сторону Конечно есть чем возвращаться Значит история какова Софт То есть программу Которая помогала Следить За действующим Канцлером Германии Установили датчане Датчане Когда начали По просьбе немцев Это вот по поводу Бернского клуба Начали это действие То датчане Не сами себе инициировать То есть датчане Не являются Какими-то такими Врагами демократии Которые следят за соседями Им почему-то нужно И приспичило Следить за канцлером Германии Неа Там все намного проще Их об этом попросили Американцы Судя по всему Американцы не хотели Либо сами Впрямую союзничков Так напрягать Либо не было возможности Такое тоже бывает И Чтобы Поставить на прослушку Главу правительства Ну нужно иметь Мужество Я бы сказал Другое еще слово Что нужно иметь Ну как раз Вот у немецких политиков Этого не хватило На тот момент Чтобы поднять вопрос Как раз в Бернском клубе Тогда обсуждали Как такое возможно И очень строго Поговорили между собой Что надо в будущем Стараться избегать Таких эксцессов Что значит стараться Что значит избегать То есть Если Америка попросит Вы придите нам Скажите А мы сами поставим Или как Но это правда смешно И поручив Дании Председательствование Я могу сказать Ну ребят Ну тогда все понятно Кто председательствует Датская спецслужба В тот момент Когда следила за Меркель И через какое-то время Вот уже стали там Объясняться Стали извиняться Говорят Да мы не хотели Нас американцы заставили Значит в Бернском клубе Председательствование Берет США Для меня это 2 плюс 2 Теперь дальше пошли по Венгрии Значит Венгрию Исключили сейчас Из обмена разведданными Смотрите Пару раз Орбан За прошедший месяц Вот май месяц Он пару раз это говорил Он поднимает вопрос Он дал интервью Венгерскому радио И Орбан говорит Европа готовится к войне Европа готовится к войне Вы знаете Оборонительная война Как это принято говорить Вот это вот сквязка Лингвистическая связка Я считаю Что лингвистические конструкции Они важны И В Европе предписание Ты когда читаешь Там война на Украине Обязательно стоит Оборонительная война Если слово Украина Оборонительная война Это связка она прям вбита, вбита, и ты прям на любом языке, на французском, на испанском, ты будешь даже писать, у тебя пальцы автоматически, вдруг у журналистов будут писать «Оборонительная война Украины». Если слово «Россия» звучит, тогда сразу «Агрессивная война Украины». Вот поэтому в моей лингвистической связке «Помойка Шпигель» – это тоже уже одно слово. Это не два слова, это одно слово «Помойка Шпигель». Но это о личном, а вот теперь не о личном. Смотрите, Орбан выступает и говорит, Европа готовится к войне, в Европе есть планы. Европа строит заводы, притом в различных местах, подряды распределены. Самая большая инвестиция Ryan Metal в одну из балтийских стран – это постройка завода, который будет делать 155-миллиметровые снаряды. Там все в восторге, это самая большая инвестиция. То есть жили-жили в Евросоюзе, подкармливали-подкармливали какую-то балтийскую страну, подкармливали-подкармливали, то есть она была на иждивении, местные люди убегали. А теперь у них будут рабочие места. Это самая большая инвестиция за весь период их существования в Евросоюзе. И будут эти рабочие места очень близко. Я считаю, это самый восточный фланг НАТО. Там близко Беларусь, там близко Россия. Зачем эти снаряды возить где-нибудь из Испании, или из Италии, или из Бельгии? Это делать надо непосредственно, как можно ближе к линии соприкосновения. Пока эта линия соприкосновения, она такая, знаете, учения же НАТО только закончили. Вдумайтесь, 90 тысяч личного состава, учения, которые сейчас НАТО закончили. Они шли, между прочим, сколько? Три месяца эти учения. Я думаю, сейчас будут новые учения. Никто эти 90 тысяч сейчас не распустит по казармам. Домой на побывку на недельку. И ап назад будет новая ротация, новые учения. Истребители, бомбардировщики, корабли. Такого плана учения, но только на старой технике, были в 88-м году. Когда НАТО 120 тысяч у них личного состава было задействовано в 88-м году. И я не знаю, вот с точки зрения фантастики, различных мыслей, ведь тоже через годы, когда открываются архивы, стало известно, что призывали именно спецслужбу, призывали военные ударить по Советскому Союзу, когда он разваливался, вот там, прям за мгновение, как он разваливался. И когда он развалился, ударить по России. Ударить по России именно в тот момент, когда нету сил, когда непонятно кто где, когда военные живут в поле, потому что из Германии их привезли, им негде жить. Когда перебиваются трехлитровыми банками фасоли, семи. То есть в этот момент и предательства будет много, и моральное разложение, и эти банды. Давайте ударим по России. Было? Было. Я сейчас, друзья мои, радиослушатели, вы знаете, я сейчас заплету сюда еще Израиль. Вы не думайте, что все так просто. То есть тут не просто этот Бернский клуб, этот Брюссель, ограничения Венгрии. Я сейчас сюда еще и Израиль приплету. Так вот, я считаю, что Орбан выполняет свой гражданский долг перед гражданами Венгрии. Он это делает регулярно. Еще раз, друзья, чтобы не было ни у кого сомнений. Все санкции, которые Евросоюз вводит против России, там есть и венгерский голос. Венгерский прагматизм, он играет иногда на руку России. Но это именно венгерский прагматизм, относящийся к Венгрии. Но в Европе считают, что это пророссийская оппозиция. Все время пробуют маркировать Орбана, Петра Сеатра, глава МИДа в Венгрии, именно маркировать пророссийскими. Зачем это делают? Ну как зачем? Ну они же большевики, у них все решено. И какой-то другой голос в демократии и другой голоса не должно быть. Я сейчас серьезно. Я считаю, что какой-нибудь философ сейчас должен создать новый трактат о том, какая демократия в этом тысячелетии. Она форматировалась именно в ту форму, в которой она есть. Узурпация власти демократии, диктатура демократии, это больше не оксимарон никакой. Это наша реальность. И вот диктатура демократии говорит, что инакомыслия не должно быть. Против Польши Брюссель прекратил все свои расследования. Все. Почему? Потому что верный Брюсселю, точнее настоящий брюсселец польского происхождения пришел к власти. Зачистил прессу, зачистил прокуратуру, зачистил разведку польскую. И теперь все спокойно. И теперь не надо против них вести какие-то расследования. Но самое главное, можно деньги дать, которые им должны были еще с ковида, поддержка крестьян. То есть все сейчас можно сделать. Понимаете, как предвыборные манипулируются? Не в смысле листовочки наклели. Я уже много раз об этом говорил. Вот это политический портретизм, который все на одних фотографиях, все бигборды. Это мода Америки, которую придумали бог знает когда. Сегодня выборы выигрывают люди, которые не причесаны, не опрятаны иногда. Почему? Почему так происходит? Да очень просто, потому что продумали, проделали. И Брюссель говорит, ребятки, да вы просто денег не получите для своих крестьян. Что делают фермеры? Фермеры идут голосовать за того, кто им принесет деньги. И Брюссель говорит, ну вот, проголосовали, молодцы, вот вам деньги. Все, точка. Это манипуляция на уровне 6% голосов, которые являются решающими. И не надо эти плакаты развесывать. Это не поможет. Конечно, с точки зрения традиций, я согласен. Традиционно надо это делать, чтобы хотя бы визуализировать, кто это такой. Но с точки зрения технологии, ну зачастую центр решает все. И Брюссельский центр, который говорит о Бернском клубе, и говорит, мы ограничиваем обмен разведанными с Венгриями, это не имеет отношения к терроризму. Точка. Это не имеет отношения к организованной преступности. Точка. Это не имеет отношения к контрабаде оружия. Точка. Это имеет отношения только к одному, к политическому преследованию, которое сегодня в Европе как никогда достигло вершин. Просто поражаюсь, восхищаюсь, прям как это быстро и молниеносно приходит. И вот эти все разговоры, например, вы не бойтесь Германию. Из Германии не будет уходить никогда больше угроза русским, украинцам и белорусам, тем, кто проживал на территории Советского Союза. Немцы изменились. Мать вашу, это неправда. Не изменились они. Не изменились. То есть они дали разрешение на то, чтобы бить по территории России. Притом переформатировка мышления произошла на наших глазах. С помощью трех-четырех газетенок. Группы журналистов, 20 лиц, все известны, кто такие. Остальные подгавкают, подтявкивают. Все. Точка. Финансирование Боруси Адорманд. Главный спонсор Райн Металл. Просто, чтобы понимать. Футбол в Германии это религия. Люди смотрят футбол. И все знают, если в субботу будет играть Бавария, Монхен и Реал Мадрид, можно нападать в Германию, брать голыми руками. Потому что все военные будут смотреть футбол. Райн Металл объявил о том, что не главный спонсор Боруси. Ну, идем дальше, дорогие друзья. И вот этот, значит, обмен данными. И Орбан, как будто он назло, им говорит. А Европа-то перешла к войне. А Европа перешла к войне. Я вот в программе говорю. Они мониторят общественные высказания. Сегодня в общем доступе такое количество информации. Ну, просто вовремя прочитай. Но Орбан же знает это. Знает. Орбан пробует действительно отстаивать интересы венгров. Венгры должны как надеть евросоюзовскую форму, ЕСовскую форму. Вот. ЕСовскую форму. И стать на границе с Белоруссией. А где-то и на границе с Россией. Там где-нибудь в Калининграде. Где-нибудь на границе с Ленинградской областью. И ждать, когда им дадут команду ФАС. Где-то там из Вашингтона. И Орбан говорит. Единственное, что я могу сделать. Вы знаете, я не разговаривал с Орбаном. Он интервью у него не брал. Но единственное, что он может сделать, это придавать публичности ту информацию, которая не является, знаете, под расписку. Ознакомлен. Обязово не распространять. И Орбан все время говорит об этом. Вы с ума сошли. Это какое-то сумасшествие. У вас действительно ситуация, в которой вы переходите к третьей фазе уничтожения. Я единственное здесь поспорю с Орбаном. Когда он говорит уничтожение. Ну, это военная терминология. Переведена еще из венгерского. Значит, подготовка. Размышления. Непосредственная подготовка. То есть, создание технической материальной базы. Мобилизация. И после этого непосредственно переходим к уничтожению. Вот здесь я полностью не согласен. Я бы сказал, это самоуничтожение Евросоюза. И вот это самоуничтожение Евросоюза, которое в головах этих, вот, кого заклинило. Мы не должны дать России выиграть. Они измеряют это как игра какая-то. Выиграть, проиграть у них. Мы не должны России дать выиграть. Это угроза там демократии. Вот вся терминология, она уже, знаете, как. Это все шапки, которые у них есть. Все блоки, которые у них есть, которые они постоянно озвучивают. Они в данном случае, это политики Евросоюза. Говорит только одно. Они уже в своей голове воюют. Не завтра, не вчера. Они сегодня воюют. Все, что их сдерживает, это иногда непосредственно угроза того, что такие, как Орбан, сольют информацию. И выяснится, что там вообще план подготовки. Помните, как Маргарита Симоновна Симоньян раз и дала информацию о том, как немцы готовятся к переброске Таурусов. И вот с тех пор неизвестно, а их уже перебросили или не перебросили. Это же должна быть там завуалированная операция. И немцы дают превентивное разрешение по поводу бомбардировки территории Российской Федерации и применения оружия.